Мы продолжаем. Депутаты Госдумы были сегодня активны, как никогда. Успели принять сразу несколько важных законов в окончательном чтении. Далее тезисно пройдемся по каждому из них. Правительство будет вправе решать, при каком росте цен на социально значимые продукты питания и регулировать их стоимость. В настоящее время закон о торговле предусматривает, что в случае роста цен за месяц в одном или нескольких регионах на 30% и выше, Кабмин может устанавливать предельные розничные цены на подорожавшие продукты на срок до 90 дней. Сейчас этот порог снят. Штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы. Такое наказание грозит сейчас за клевету в интернете. По замыслу законодателей, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь другого лица, будет наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Если клевета озвучена публично или в СМИ, включая интернет, то нарушителю грозит даже лишение свободы до двух лет. До сих пор за клевету полагались только штрафы или обязательные работы. И еще один закон, связанный с интернетом. С 1 февраля соцсети будут обязаны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Не будут этого делать, получат штраф до 8 миллионов рублей. Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий финансирование митингов и демонстрации из-за рубежа иностранными агентами или анонимно. Закон, в частности, обязывает организаторам массовой акции при получении разрешения на митинг указывать счет, на который должны поступать средства на его проведение. Фонд защиты прав обманутых дольщиков сможет самостоятельно достраивать проблемные жилые дома, а также выделять в них квартиры для некоторых льготных категорий граждан. Законопроект одобрили депутаты. Фонд получит возможность передавать земельные участки, недостроенные жилые помещения, дома, так как по этим домам обманутые дольщики уже получили от фонда компенсации. Незавершенные стройки, в частности, можно будет передавать для достройки под дома для детей.